привет еще раз я сегодня гуляю в другом городе предлагаю тебе угадать что это за город и что это за место надеюсь тебе понравится когда я дойду до нужного места ты поймешь точно а это очень жаркий регион первым кадром было понятно сейчас я подожду пока зеленый свет загорится и просто выпадем буквально полчаса назад дождик вилл за солнышко открывается в туристы да 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 почему и как-то не заметил того момента когда магнит гипер стал магнитом extra а что это вообще за прикол почему extra и то и то слово заимствованная ничего себе это велосипед для него целая повозка а может это привод такой а а а а а ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А это уже Человейник. Такой насыщенный Человейник. Но зато по кольфам здесь не везде, конечно, но такие прям, ну, проездные дороги, они асфальтированные. А те, которые, так скажем, не проездные, там, где просто машины паркуются и все, там плиточка тротуарная. Ну, вот как вот здесь, только вместо асфальта. Вот здесь на каждом шагу барбершопы, мужские стрижки, так ходят со спросом. Ну, Человейники прям прикольные. Ну, как прикольные, урбан, утопия. Березки. В Володе-Кавказе так березки не особо растут. Они-то есть, конечно, но не в таком количестве. Как скажем, в средней полосе. У нас есть березы, которые растут в горах. Горная береза, она редкая. Она достаточно отличается от обычной березы. Вот эта береза, она простая такая, ну, как простая. Ровненький ствол, белая и все прочее. А вот горная, она такая, подвержена влиянию ветра и ландшафта. Сразу не поймешь, ты подумаешь, что это просто грязное дерево. Или они натыканы друг на друге, прям. Еще один, еще один барбер. Ой, это что за, это что за ТТ? С Алиэкспрессо. Это что такое? Жесть, жесть. Ну, мне нравится, что здесь достаточно много растительности, деревьев. Достаточно много детских площадок, какие бы они ни были. Машин. Машина мест. Ну, достаточно, не сказать, что их много. Ну и немало. Да и все равно, сколько бы их ни было, всем не хватит. Сейчас уже не девяностые. Сейчас уже в семье могут быть 2-3 машины. Пере считать на всех уже трудно. Тем более в Человейниках. Без подземного паркинга. Вот сейчас, сейчас у нас, что за день неделя? Понедельник. Понедельник. Ну, прям обед, а машин прям достаточно у нас для домов. Видимо, либо все не работают, либо на автобусах ездят. Детки балуются. Ну, а это, наверное, не ошибся. Может, здесь есть все-таки подземный паркинг? Где их meow? Знаем, наверное, нитя. ой тут даже лошадка есть а из крыльча как она лошадочка где-то осел в общем кто-то меня сейчас пробежался по голодам у меня боюсь венчики еблить прикольно 100 это как кормушек и и и Показательное место для инвалида, пустое, никто не занимает, по-моему, внимательный, внимательный, уже понял, что я нахожусь в городе Краснодар, только вот по тому, что у нас показывается на горизонте, вот здесь ты тоже понял, надеюсь, ты тоже понял. Показательное место для инвалида, пустое, 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 пустое. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, наверное, будет блюдо принимать. Мне нравится архитектура этого вара. И вывеска тоже. Такой, как будто бы стадион. По форме сверху. И вот все вписывается. Мне очень нравится, что современная архитектура в современных городах, она думает о том, что нужно делать все по одному типажу. Вот просто магазинчики, они вписываются все. То есть нет такого, что что-то вычурное, трущобы какие-то. И все хорошо сделано. Есть некоторые, конечно, исключения, но в целом все достаточно амбициозно и глаз радуется. Больше всего, конечно, глаз начинает радоваться, когда приходишь в этот парк. Стадион Краснодар, парк Краснодар. Более известный под названием Парк Гальцкого. Так как сам Гальцкий построил на свои деньги все в этом парке. Где все, к тому же, бесплатно. То есть Это не государственный парк, не городской парк, никакой из бюджетных, так скажем. Это частный предприниматель, бизнесмен, олигарх, владелец До этого стадиона И футбольной команды Насколько я знаю Построил вот такое вот чудо В таком красивом городе, как Краснодар Там из платного только есть ресторан и кофейня Даже туалет и бесплатно Нонсенс И к тому же В этом парке есть обслуживающий персонал Как Те, кто убирает Те, кто Наводит красоту Создавая новые Элементы декора Ландшафта, дизайна Такие Ну, назовем их ЧОП Смотрящие Надсмотрщики Которые просто говорят здесь К примеру, в этой территории уже На ваших огромных самокатах, велосипедах Кататься запрещено Потому что там дети Не смотрят по сторонам Люди ходят Спокойно Отдыхая И это не место для Таких покатушек Мне нравится Заходить Вдоль стадиона Потому что Потому что, во-первых, машину Ставить на стоянке Самого парка Не очень хочется Потому что это далеко И ее лучше ставить Вот На этой улице Вдоль этих домов И уже отсюда Идешь Под навесом Если дождь идет Если солнышко То там тенек Все замечательно И такая прелюдия К парку Аллея Односторонняя Сейчас не самое лучшее время Для того, чтобы смотреть Красоты этого парка Но Даже в это время Такой, скажем, переходный сезон Из зимы в весну Когда еще не расцвело все Когда еще нет Синего неба Люди еще в верхней одежде Мокро, промозгло Местами холодно Все равно Есть свой шарм Красота Застывшая И Даже в таком Так скажем Запустении Они умудряются Сделать этот парк Красивым Достаточно посмотреть На него ночью Вот эти все деревья Кубической формы Они ночью все светятся Вот этот стадион Весь Освещен Тут Иллюминации Очень много Достаточно красиво Очень красиво Я бы сказал Подход Тот, который нужен Любому парку Любой администрации Города Должна быть такая Идея Для своих Граждан Под удовольствие Одно ходить По этой плитке Мне кажется Она Сделана На совесть Так как Если тут что-то Расшатается Она будет Заменена Я в этом Уверен У нас же Во Владикавказе Плитка Примерно Такая же Цвет Тоже такой же Форма Только она Не Шуршавая Так скажем Из текстуры Объемной Она Ровненькая Гладенькая Но уже Есть такие Которые просто Стоишь на них Там Подмывает Снизу Водичка Так Весенняя И Вся плитка Начинает Ходном ходить Ты знаешь Где эта плитка И стоишь на ней Туда-сюда Качаешься Здесь Такого нет Причем Здесь Площади Огромные Этой плитки Я не замечал Ни одного Места Ни одной Плиточки Где бы Она Сошла Еще раз Говорю про Подход Очень нравится Как этот стадион Настроит Ну Он прям Вписывается Тут Даже Ну Нельзя сказать С первого раза Что это Стадион Все Изначально Когда я сюда Первый раз Попал Я не понимал Что это Стадион Я как бы Знал Что здесь Есть Стадион Где-то Здесь Есть Стадион И Пройдя В парк Ну Типа Ой А что Это Такое Почему Это Такая Огромная Конструкция Понятно Дело Что Стадион Дураку Понятно Что Такую Овальной Формы Может быть Только Стадион Ну Либо Театр В Риме Древнем Колизей Вот 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 Я иду Сейчас По Своему Излюбленному Маршруту В Парке Краснодар Вот так Вот прохожу То есть Тут даже Наглядно Демонстрируется Сила Притяжения То Как Летают Космические Объекты То есть Возьмем Туалею По которой Сейчас Шел Это Орбита Земли И чтобы С нее Сойти Нужно Сделать Круг Разогнаться И ты Потихонечку Потихонечку Будешь Сходить И то есть Сейчас Я вот так Отдаляюсь Отдаляюсь Лечу на Марс Такая Минуточка Вот это Меня Прямо Очень поражает Я Не устаю Удивляться Чтобы Пальмы Жили Их Закрыли Вот таким Чудесным Парником Что Как это Еще Назвать Чудо Чудесное Даже Блин Меня Это Очень Поражает Плитка На краю С землей Она Она Ограничена Металлической Пластиной Чтобы Она Никуда Не Делась Господи Давно Здесь Никого Не было И вот Эти Кресла Никто Никуда Не забирает Мне Это Очень нравится Вот Еще Оранжерея Все Закрыли На Зиму Какие Молодцы Так Можно Было Разве Я думаю Что Если бы Это Был Какой-то Обычный Стандартный Среди Статистический Город России Никто Бо Ничего Не Закрывал Только Ради Того Чтобы Через Полгода Когда Наступит Весна Выбить Снова Деньги На Новые Насаждения Все Откаты И все Прочее А тут Когда Все Свое Родное За Которое Ты Свои Деньги Тратишь Тебе Не Хочется Чтобы Это Все Было В Ужасном Состоянии Ты Будешь Сам Поддерживать Все Мне Это Ночи Очень Нравится Жаль Что Нет Таких Глав Губернаторов Как Галицкий Вот Вот Этот Фонтан Кстати Тоже Вот Это Купола Просто Идеал Я В Восторге Вот Здесь Вот Здесь Вот Это Все Водопад Здесь Детки Постоянно Летних Жару В В Этом В Водопад Купаются Зато Можно Посмотреть Какая Здесь Глубина Теперь Сейчас Сделаю Полный Круг И Когда Здесь Вода Стекает Сверху Можно Вот Так Пройти Успеть Пока Воды Нет Тут Присесть И Посмотреть Как Водичка Падает Очень Замечательно Чтобы Никто Не Упал Здесь Даже Есть Вот Такая История Когда Все больше И больше Людей Узнает Об этом Парке Он будет Очень Сейчас Будет Подобрать Слово Ну Не то Что Визитная Карточка Краснодара То есть Он Станет Этот Парк Значимым Местом Для Любого Кто Посещает Краснодар Красная Площадь В Москве О А Вот Там Со Стадиона Уже Снимают Иллюминацию Новогоднюю Просто Все Пальмы В этих Куполах В этом Парники Не знаю Как это Еще По-другому Позвать Защитили Чтобы Они Не умерли Им же Нужно Тепло Всегда А тут Ведь Не Сочи Солнце Солнце Смотрит Освещается Блин Хочется Пройти В каждый В каждый Уголок Я думаю Здесь Чтобы В каждый Уголок Пройти Чтобы Посмотреть Не просто Пробежаться А чтобы Посмотреть Все Уголок Часа Три Четыре Нужно Более Здесь Можно Ходить По Газону Но Я Разве Сейчас Мокро Когда Но Это Жилетом Мне Не хочется Ходить По Нему То Есть Видишь Как Как Это Все Чисто На Ухоженно Красиво Ты Просто Не Хочется Делать Ну Когда Ты Тебе Прям Нужно Ты Конечно Пройдешь Здесь Даже Обогрев Деревь Есть Ну Скорее Сюда Не Обогрев А Поливал Суть Не Меня Вот Это Прям Такая Красота Речка Посмотрите Река Как Река Конечно Неверное По Ступенечкам Вода Стекает Более Наглядно Я Кстати Здесь Как-то Был И Вот На Одном Из Этих Шезлонгов Потерял Ключ От Машины А На Следующий День Мне Нужно Было Ехать Домой Я Уже Думал Что Делать Уже Смирился Ну Я Уже Думал А Что Делать С Машиной У меня Ключа Нету Второй Ключ Дома Это Надо Оставаться Ждать Пока Я Получу Ключ И Тогда Могу Поехать Ну Благо Разобрались Ключ Так Не Нашли Здесь Провел Очень Много Времени В Поисках Все Здесь Облазил В Каждый Шезлонг Хотя А я Пожалуйста Наберите Может Кто-то Принесет Или Кто-то Найдет Я Представляю Какая Здесь Большая Территория Сколько Здесь Людей Сколько Здесь Всего Можно Найти И Потерять И Мне Через Три Дня Звонит Охранник И Говорит Что Ключ Нашелся Его Принесли На охрану Я Был В шоке Как Это Как Вообще Возможно В общем Лишь Нашелся Это Очень Хорошо Но В тот День Я Опечалился Но Нашел Выход Что Вызвал Одного Вызвал Попросил Помощи У одного Знакомого Который Занимается Автомобилями Он Приехал С Инструментом Вскрыл Машину У меня Была Сигнализация С Обманкой Как Ночью Там Есть Ключ Один Где Он Спрятан В машине Где-то Непонятно Где Которым Можно Завести Машину Обойдя Сигнализацию Так Мы И Сделали Я Был Так Счастлив Ну И Печалив Одновременно Хорошо Что Все Хорошо Кончается Вот Этого Я Еще Не Делал Ну Как Не Видел Тут Этого И Не Было Вот Это Сейчас Строится Как Это Прекрасно У них Была Земля Они Сюда Накидали И Теперь Насадили Там Деревьев Что Это Как Возможно Это Вообще Как Просто Создали Гору Насколько Я Понимаю И Помню Что Этого Не Было Прекрасно Просто Так Я Чего-то Не Туда Пошел В пылу Так Скажем Рассказа Пропустил Одно Из Прекраснейших Мест Этого Парка Мне Она Очень Нравится Как Это Как Это Вообще Как Это Вообще Так Можно Делать Это Вот Ну Что Это За Человек Такой А Одно Дело Что Это За Человек Другое Дело Что Это За Дизайнер Такой Который Все Это Придумал Вот Плитка Которая Поломалась Но Она На Месте Ну Это Не Плитка Скорее Это Плитяще Вот Это Место Такая Насыпь Да Вот Так Заходишь Со Всех Сторон Зеркала Меня Видно О Мой Бог О Мой Год Здесь Вот Идется Водится Рыба И вот Это Дерево Оно Расцвело Я Не Видел Чтобы Оно Было Расцвевшим Уже Черной рыбки Нет Да Я Не Видел Да Нет Уже Здесь Красная Золотая Серебряная Может Она Спряталась Ну вот Там Темненькая Какая Не Прям Черная Просто С пятнышками Не Не Вот Верх Черный Пузо Белое А Верх Черный И Вон Еще Одна Такая Черная Вот Вон Тут Плывет Черная Верх И Вон Там Еще Черный Верх А Вон Черный Не Вижу Черный Прям Полосатый Через Живот Через Кузо Вот 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 Но Она Такая Ржавая Ну Я Ее Зам Черный А Это Красный Черный На Дне Что-то Стоит И Когда Их Кормят Я Думаю Там Как-то Все Организовано Наверное Через Те Трубки Не Смотрю Совершенно Они Воздух Не Поднимают Голову Все Время В Воде Ну Вон Там Есть Воздух Да И Вот Так Сюда Приходят Люди Летом И Тут Садятся Вокруг Здесь Так Свежо И Очень Мило Тихо Спокойно Кто-то Мне Там Улыбнулся Как Ненормальный Ходит Что-то Снимает Ты Его Тоже Увидел Да Вот Этого Я Еще Тоже Не Видел Посмотри Это Что Такое Это Что Такое Ты Это Видишь Ты Это Видишь Это Что Такое Что Это Мать Его Такое Здесь Кстати Показано Не Ходить Ну Вот Это Что Такое Расскажи Мне И Объясни Пожалуйста Сейчас Я Дойду До Туда С той Стороны Посмотрю Это Просто Что-то Невообразимое Вот Абстракта Вдохновленный Руинами Древнего Рима Создатель Абстракта С помощью Прозрачности Сочетает Классические Архитектурные Архетипы И Воображаемые Элементы Абстракта Это Акт Воображения Образ Античности Которые Неожиданно Открываются Посетители В пространстве Парка Воображаемая Природа Разрушенных Временем Колонн Подвесных Архитравов И Круглого Храма Проявляется Здесь Посредством Амстических Игр И Иллюзий Перспективы Инсталляция Взаимодействует С окружающим Ее Пространством Постепенно Увлекая Посетителей Захватывающий Мир В котором Переплетаются Искусство И Реальность Я просто Промолчу Продолжение следует Мило Продолжение следует Будешь здесь Обязательно Обязательно Обязательнейшим Образом Приди вот сюда Посмотри На вот это чудо Просто посмотри Посмотри Это Невообразимое Искусство Ты вообще Видишь Что это За сюжет Продолжение следует Кто это сделал Откуда у тебя Столько В голове Даже ворона Пришла посмотреть Понимаешь Что это Ты Это вообще Осознаешь Здесь Здесь можно прийти Скачать приложение Специально Там на табличке написано И Квар-кодность И ты Дополнишь Эту картину Дополненной Реальностью Просто Посмотри В телефон На Вот это Все И ты увидишь Дополненную Реальность Здесь Все Написано Композиция Представляет Свои Многофигурный Барельеф Из Пластиковой Сетки Идея Произведения Заключается В вопросе Как Объяснить Искусственному Разуму Что Такое Игра И Возможно Ли Передать Машине Чувства Человека Причастного К игре Вымышленные Персонажи Кропотливо Собирают Знания Об этом Загружают Их На серверы И вступают Во взаимодействие С машиной Которая По своему Интерпретирует Понятие Слова Игра Тело Своего Создателя Частью Нового Цифрового Мира Вот И Скачайте Приложение Recycle Group Для iOS и Android Чтобы увидеть Дополненную Реальность Посмотрите Наверх И по сторонам Над композицией Через камеру Приложения Ты увидишь Много Интересного Действительно Впечатляет Действительно Впечатляет Очень философско Философско Сейчас мы подойдем Это что Типа Кувшинки Ужас Ужас Как красиво Солнышко Выглядывает Опять Сейчас Вот сюда Вот Тебе покажу Посмотри На эти Кувшинки Посмотри Как много Кувшинок Оммай Гад Какая Картина Ты видишь Ты видишь Ты видишь Как это Красиво Как это Контрастно Как это Объемно Игра Света Тени Посмотри Как Я не могу Это передать Слово Посмотри Ты на это Ты посмотри Это вообще Невообразимо Как Это сделали Почему Здесь Только Такое Есть Почему Больше Нигде Такого Нет Это Как Вообще Я Просто В шоке Я В шоке В шоках Я В шоках Кто-то В сочах А я В шоках Блин И как Посмотреть На эту Композицию Из абстракта Должна быть Какая-то Точка Для Чтобы Чтобы Увидеть Это Все Красиво Эти Колонны Это Что Такое Блин На любом Здесь Должна Быть Обзорная Точка Обзор Нишая Точка Вот она Это Обзорная Точка Ее Наши Посмотри Это Надо Прийти И посмотреть Живую Так Ощутить Всего Вот Это Вот Величие Красоты Не Получится Это Просто Это Как Красиво Я хочу Это На телефон Снять Виде Под willst ограждаться Сmo Но До Велич Через Чего Велич Из Без Какая красота! Посмотри, как же это красиво! Как же это красиво! Блин! Я сюда обязательно приеду весной, когда потеплее, чтобы посмотреть на это во всех красках. Я сейчас, пожалуй, я пойду. Надеюсь, тебе понравилось, и ты хочешь посмотреть остальную часть. Напиши мне об этом. Пока!